Добрый вечер, это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня я в одиночестве ведущий, мой соведущий где-то в горах Алтая родного находится, я имею в виду Владимира Рыжкова. Но зато у меня сегодня собеседник далекий, не в России находится. Это правда, мы уже к этому привыкли в эпоху скайпа и зума, в эпоху пандемии. Мы все, как-то нас разбросало, нам трудно собираться в одном месте. А бывает, что и запрещено просто из-за эпидемиологической обстановки. Но в данном случае это совершенно все оправдано, наше расстояние, потому что мой сегодняшний собеседник, французский историк, ученый, исследователь, доктор Гаэль Жорж Мулек. Если я правильно, господин Мулек, воспроизвожу вашу должность и ваш титул, вы советник по России и Евразии Академии наук Франции. Правильно? Точно, точно. Я сейчас не говорю под это название, а просто как историк. Ну, знаете, у нас в России любят титулы. Чем больше титулов, тем больше титулов. Ну, историк это тоже титулово. Это тоже, да-да. Гаэль Жоржин, вы предложили, мы не первый раз, кстати говоря, в эфире, в архивах программы «Цена победы» есть уже записи с Гаэлем Жоржем Мулеком. На сей раз, мне кажется, очень интересная тема и, главное, очень интересная публикация, к которой мой сегодняшний собеседник имеет прямое отношение. Речь идет о опубликованных недавно в дневниках Георгия Димитрова, главы Коминтерна, знаменитого болгарского коммуниста, о его дневниках периода войны, 1941-1945 год. У меня нет книжки, но у меня, спасибо господину Мулеку, он мне прислал, так сказать, то, что называется PDF, да, то есть компьютерный вариант книгу, книги. Они сражались за нашу Родину. Это вышло в 2020 году в издательстве Кучкова «Поле». Большой коллектив, который над этим работал. И вот вступительная статья, я так понимаю, основных редакторов этой книги выступили вы, правильно, Гаэль Джордж? Я участвовал в работе, я написал предисловие, но человек, который отвечает за эту работу, это Татьяна Георгиевна Зазевская. Ответственный составитель. Да, ответственный составитель. И я хотел тоже поблагодарить Зоя Константиновна, которая сейчас немножко болеет ковидом, и ей желаю пожелать, это член нашего общества, сотрудница с одной из наших давным человекским работами, и желаем ее очень быстрого выздоровления, и чтобы она вернулась в строй как можно быстро. Ну да, да, все, кто попал на эту болезнь, конечно, мы всем желаем скорейшего выздоровления, главное выздоровления просто, да? Вот, да, да, да. Ну что, давайте тогда приступим к разговору. Это, значит, смотрите, это я говорю, отбращаясь к нашей аудитории, речь идет о довольно подробных, фактически ежедневных записях, дневниковых записях Георгия Димитрова. Еще раз повторю, 1941-1945 год. У меня много сразу же вопросов возникло к вам, ну, как к человеку, который презентует нам сегодня эту книгу. Понятно, во-первых, насколько это эксклюзивная или уникальная публикация? Раньше дневники Георгия Димитрова что, не опубликовались? Совсем нет, он уже опубликовался, но опубликовался полностью, полностью по-больгарски и по-французски. Полностью, значит, с 1934 по 1949 году. Но точный вариант, это тот вариант сейчас, потому что все французские, как и больгарские, были переводом, потому что он написал свой дневник на трех языках разных. Когда он жил, он не жил, но мы в тюрьме, в Германии он написал на немецком языке, когда жил, работал в России, он написал на русском языке, по-русски, и когда он руководил бульгарии, он по-бульгарски. А есть и другие, например, Ель, Ельском университете, опубликовали уже части этих дневников, но самый лучший момент для американцев, значит, лучший момент для американцев не отражает точности, что были комментарии, как работал Дмитров во время войны. А почему сейчас мы сделали отрывок этого мирника? Это для того, чтобы ознакомить русский читатель с этим документом, что и напрямую, значит, на русском языке без перевода. Здесь мы работали на сносках, на предисловье, на аппарат, на критический аппарат, но это первое... Это довольно научное издание, в смысле с научным аппаратом. Да, это научное издание, но это тоже интересно, потому что там, как сказать, это другое введение о коммунистической партии. Это важно, тоже опубликовать этот документ сейчас, когда не праздновали, но я забыла по-русски сказать, но отмечали 75 лет с победой. Извините, вы... Даже не в юбилее, дело, я думаю, что в любой момент история войны вообще очень интересна, да, и роль Коминтерна, это одна вообще-то, ну, фактически... Хотя вроде с одной стороны мы все знаем, с другой стороны очень много загадочного. Вам все представили, но сказать, что мы все знаем, это не так. Представили или коммунисты сказали одно, или антикоммунисты сказали другое, а как бы историк попробует найти как бы неправду, но как бы ближе к правду, скажем так. Гэй Джордж, скажите мне, пожалуйста, вот первый вопрос будет у меня не о том, что в этом дневнике, а о том, чего там нет. Я имею в виду вот что. Почему вы взяли с 41-го года, а не с 39-го? Мне кажется, что Коминтерн в 39-го, вот в этот период с 39-го по 41-й год, это тоже очень, по-моему, интересный период в жизни Коминтерна, его отношение к тем событиям, которые происходили в Европе. Это точно. Но, вы знаете, я не хотел внедриться в разные нездоровые вопросы. Я хотел показать, что действительно Коминтерн сделал в 41-м по 45-м. Ну, в 43-й, когда его приостановили, люди продолжали, даже без Коминтерна продолжали бороться. Потому что мне кажется, что вопрос о пакте Молотов-Риббентропа это вопрос, который используется политическим образом с одной стороны, как и с другой. А я не хотел внедриться в этом. А в предисловии многие говорят, что Коминтерн был, скажем, почти пронемецкий во время первого месяца Второй мировой войны, значит, что они ничего не делали. А если вы смотрите, что сказал посоль Германии, когда он информировал о начальной войне, когда он информировал Молотов, там вторая часть, это происк Коминтерна в разведках, что они конкретно делали против Германии. Значит, начинать с пакта Молотов-Риббентропа или с начала Второй мировой войны мне казалось не так интересно. Почему? Потому что сейчас в России многие говорят о Второй мировой войне, и Второй мировой войне. В России это не Вторая мировая война, это Великая Отечественная война. А почему? Потому что это две разные войны. Войны, которые были в России, это не войны, которые были во Франции или в Пасифике. Американцы против японцев. Это Чихиохиан. Это две разные вещи, потому что, ну, в семье, конечно, у меня были люди, которые участвовали в войне, но когда они видят фильмы, или когда они видят, что происходило в Ленинграде или Сталинграде, они сказать, у нас не будет такой. Ну, я бы здесь с вами не согласился, честно вам скажу. Ну да, я понимаю. Потому что, мне кажется, нельзя... Нет, нет, а что понимать? Мне кажется, нельзя вырывать что-то, потому что, мне кажется, что какие бы ужасы не пережила наша страна и в Ленинграде, и в Сталинграде, и в Курске, и вообще на протяжении вот этих четырех лет Отечественной войны, они ни в коей мере не вступают в конфликт с теми двумя годами. Здесь да, а здесь они не, как вы скажете, они не зачеркивают то, что было сделано с 1939 по 1941. Это понятно, это не... Но это другое понимание, потому что, что мы осуществили, что у нас были, это были как бы, скажем так, нормальные войны. Понимаете? А в России это были войны за уничтожение. Но у вас-то как раз была Дроль-ДГФ, а не нормальная. Нет, а потом были, но очень быстро. Я имею в виду странная война. Это продолжается оккупационный войск на немецкие, на Франции и так далее. Но, например, у нас есть, и много говорят, и остались вспомнят, один в деревне, где немцы приехали, убивали все и сгорели в сервер. А у вас больше... Это Ародур, да? Ародур. Да, да. Ародур. Понимаете, это не чтобы сравнить, это не чтобы сравнить, но это совсем другие. Ну, мне кажется, да, здесь не надо сравнивать. Здесь надо, если... Ну, хорошо, здесь это ваш выбор, и вы... Это безусловно. Вот. Тем не менее, тем не менее, ну, все-таки, раз мы уже этот период затронули, у меня просто к вам вопрос такой. Конечно. Потому что так считается, что Коминтерн, ну, даже не столько Коминтерн, потому что Коминтерн всегда подчинялся Советскому Союзу и Сталину, да? Коминтерн как организация. Ну, вы меня опровергнете, если не так. Но партии, которые входили в Коминтерн, да, они занимали индивидуальные, я бы сказал, позиции, и они, многие партии, насколько я знаю, они не поняли пакт и вот этой вот переориентации с антинацизма на на дружбу и сотрудничество. Ну, да, но это не... Понимаете, надо смотреть это по-разному. Есть люди, а есть структура. А структура, они, конечно, были напрямую, связанные с Москвой. Конечно. И большинство из структур тоже не понимали, как и люди, потому что французские компартии потеряли много соцсетей после пакта, но и структур тоже не поняли сразу, понимаете. Но когда начинала война против СССР, они все как одни... Это все понятно. Это первый раз в истории компартии, когда быть патриот в своей стране, значил быть патриот Советский Союз. И наоборот, быть патриот Советского Союза значит быть патриот своей страны. Это единственный момент, когда они были, как сказать, в диапазон национальной понимании этого слова. это понятно, конечно, разумеется, да, так сказать, антифашизм это была, так сказать, главная идея тогда, да. А скажите, пожалуйста, что-то мне смешает, скажите, пожалуйста, еще такой вопрос по поводу... Это надо было меня вначале у вас спросить по поводу книги. Сами эти документы, дневники, это российские архивы? Да. А вы знаете, что самый, я бы сказал, удивительный или страшный или странный это то, что у Анатолия Черняев его мемуары первая страница это мне привезли из ЦПА дневник Димитрова. Центральный партийный архив. В 1972 году. Знаете, Гайль, Жорж, уже столько времени прошло, уже новому поколению наших слушателей надо объяснить, кто такой Анатолий Черняев. Это помощник Михаила Сергеевича Горбачева. Да? Правильно? Вот. Конечно. Уже не все знают это. Ну, понятно. Хорошо. Человек очень влиятельный, очень известный и написавший блистательные, даже с литературной точки зрения, блистательные мемуары. Да. Да. Ну, вот извините за такое разъяснение, оно тоже необходимо. Ну, понятно. Ведь вы во Франции знаете, кто такая, у нас не все. Значит, что этот документ уже существует в 1965 году, ну, что точно, есть свидетель, что они уже были в Советском, Российском архиве в 1972 году. А можно себе задавать вопрос, почему выходят или только часто этого нефтя, выходят только сейчас. И еще под недавление, но под работа как бы иностранец и люди, которые могли бы не заниматься этим вопросом. А вы были, кстати, инициатором этой публикации? Один из, и я опубликовал его полностью во Франции в 2005 году. уже. Но я думал, что, ну, если есть такой возможности, и не надо переводить, это главное. Центральный партийный архив, он весь был переведен в Российский государственный архив социально-политической истории. Да, от ГАСПИ. От ГАСПИ, да-да-да-да. Но они там храняются, и очень жало, что российские исследователи не сошли нужно этого публиковать, понимаешь, с 90-х, потому что понятно, что раньше это был как бы закрыт. Понятно, но с 90-х. Они были закрыты, да, дневники? До 90-х, да, конечно. А почему они оказались в Советском Союзе? Ведь Дмитров все-таки закончил свою жизнь в Болгарии, да? Ну да, рукопись в Болгарии, а что есть у нас в России, получили копии во Франции, это запись уже на на компьютер, не компьютер, она... Ну, понятно уже, расшифровывая. Да, это было более чем важно, потому что это женщина, которая работала в 1965 году, была ее помощница, его помощница, и она разбирала более-менее, но тем не менее, что важно понимать, это что там есть многие люди, которые большинство из издателей не расшифровали, потому что эти люди, они из спецслужб. А здесь, в нашей публикации, мы дадим их фамилии, настоящие фамилии, их позывные, все, и кто они, эти люди, это дает другой, совсем другой сил. Это, безусловно, одна из центральных наших тем сегодняшнего нашего разговора, я просто подвожу к ней постепенно. Гаджош, а скажите мне, пожалуйста, ну, я думаю, что у наших многих слушателей возникнет вопрос, а что вдруг французский историк заинтересовался Георгием Димитровым, Коминтерном и вообще? Ну, потому что, извините, но это наша общая история. Когда я был маленький, но совсем маленький, французские компартии уже были на уровне 25%, больше, чем 20% во время президентских выборов Помпиду. Это был Жак Дюклоу. Это был Торрес еще, да? Не-не-не-не, Жак Дюклоу. А, Дюклоу, когда Дюклоу. В 1929 году, да. А он получил больше, чем 20%, значит, что это наши. Да-да-да-да. Даже тогда, понимаете? Я видел это. А это все результат войны? Ну, да, конечно. Результат в каком смысле войны? Ну, результат авторитета коммунистической. Авторитета, которые получили партии за счет войны, за счет людей, которые боролись. Это понятно. Это безусловно. Да-да-да. Это, понимаете, люди, которые думают, а Россия, это Европа, не Европа, это надо смотреть Димитров, а если Россия, не Европа, это никуда не гадится. Понимаете? Это Европа, потому что все связано. Вот на ваш взгляд, историка, хорошо знающего этот предмет, эти все сюжеты вокруг войны, Коминтерна, скажите мне, пожалуйста, что в дневниках Димитрова, на ваш взгляд, что было такого, и есть, вернее, такого, что заставляло их секретить? Что там секретного для советской власти было? Вы знаете, я думаю, что это связь между Коминтерн и спецслужбами, да? И спецслужбами, да, потому что там каждый день Димитров встречается с руководителем спецслужбы, многие люди у них бывают, они спрашивают ему, чтобы он передал им свои иностранцы, потому что они говорят уже по-испански или по-немецки, они могут быть переодет как солдат испанских, которые были против союза или немецкий, могут быть использованы. Видно тоже люди, которые тренируются в школе Кушнаренково, Кушнаренково это маленькая деревня около Уфа, где был школа, разве, школа Коминтерн, который сейчас там, в Уфе, есть группы люди, которые изучают историю этого в школе, которые сделают все, чтобы восстановить как музей эту школу. Я думал, что саму школу хотят восстановить. Ну, может быть, другие тоже, но люди из кем не Тогда не будем об этом публично говорить, а то нас обвинят в том, что мы разглашаем секреты. Например, это школа, это было классно, потому что самый, например, французский преподаватель там был Андрей Майерти, и было преподавание по политическим вопросам, и тоже по тренировке, тренировке военной, значит, как взрывать поезд, как использовать немецкое оружие, если попадет в руках, чтобы могли использовать и один из самых известных школьников, можно так сказать, это Маркус Вольф. А, Маркус Вольф, который возглавлял в штате. Потом, да. Потом возглавлял в ГДС. Качество образования всегда делит разницу. Ну, да. Слушайте, это интересно, но вообще я понимаю, что это отдельная тема, история этой школы, но это очень интересно, конечно, я первый раз об этом слышу, хотя вроде мы много занимаемся. Ну, надеемся, что будет музей, что побольше людей узнают. А есть люди там, которые этим занимаются, историки, я имею в виду. Историки и административные люди, которые... Скажите, такой вопрос. Судя по дневникам, судя по тому, что вы знаете, субординация, подчинение Димитрова Сталину, ну, скажем так, Москве, Кремлю, было абсолютным? Как у военной. Подчинение полное, но с ответственность за меры, которые ты принимаешь для достижения этих задач. Для решения задач. Так можно сказать. И тоже, понимаете, нельзя тоже думать, как это указ или что-нибудь такое. Эти люди думали одна, они думали все по одному. То есть, они были единомышленниками. Единомышленники. И один у Сталин был побольше, скажем так, побольше инициатив, побольше понимания. Но эти, они... он был педагог, можно так сказать, тоже. Он им объяснил, почему. Например, все говорят, что это так, что Коминтерн прекратил свое существование в 43-м году. А по-настоящему Сталин уже в апреле в 41-м спросил Димитров думать, как переорганизовать, прекратить Коминтерн и дать возможности Национальной Коммунистической Партии развивать по-своему, чтобы у них был свой подход к национальным вопросам, которые касаются их страны. Не были часть международные организации, но были конкретные направления на решение вопросов со своей стороны. Это что говорит Сталин. Здесь важно, я думаю, что вообще это очень тоже интересная тема, почему, собственно говоря, был распущен Коминтерн. Да? Ну, это, понимаете, конкретно это изменение влияния международной А. Коминтерн. Но есть и другие трактовки. А я и другие, и другие. Гайль-Жорж, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после которого мы продолжим нашу программу. Хорошо. Буквально через несколько минут. Еще раз добрый вечер, мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, я ее ведущий Виталий Демарский, и сегодня у нас в гостях через большие расстояния французский историк Гайль-Жорж Мулек. Еще раз добрый вечер, Гайль-Жорж. Вот и говорим мы о недавно изданных в Москве дневниках Георгия Димитрова за военные годы, за годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год. И мой сегодняшний собеседник, хоть историк и французский, но занимающийся, интересующийся историей российской и историей войны, и историей коммунистического движения, как я понимаю. И все это вот все вместе сделало моего Гайля-Жоржа Мулека одним из авторов, и, кстати, автором вступительной, большой вступительной статьи о самом там и биографии, и политической биографии, и личной биографии Георгия Димитрова, одного из самых крупных деятелей коммунистического движения, не только во время войны, вообще в 20 веке, можно сказать, да, человек знаменитый, начиная с процесса в Германии, потом возлагал Коминтерн, потом возлагал Болгарию, в общем, человек с огромной судьбой, и с очень, конечно, интересными дневниковыми записями, ежедневными, которые много раскрывают. Ну, вот мы до перерыва говорили о том, что, собственно, одна из причин, судя по всему, того, что эти дневники долгое время были засекречены, это, конечно, там присутствие темы, хотя она, в общем-то, не секретно, все это знали, да, и знают, что Коминтерн был во время войны фактически такой разведывательной сетью, которая работала на Советский Союз. разведка, да, но и политические влияния, потому что люди, которые были в России, были тренированы иностранцы и переброшены у них на родину, чтобы и разведка, и политические деятельности заниматься. А, то есть политическое влияние, это тоже входило, да, это школа, о которой мы говорили в начале, они формировали люди, которые использовали в сопротивлении, значит, для борьбы против немцев, но это были люди из, как сказать, интеллектуального потенциала, и они после первой войны они больше их не послали за границу, и они их формировали, чтобы потом руководить стран в основном Европе. То есть они были не просто, так сказать, разведчиками, они были пропагандистами, агитаторами, да, безусловно. И боец, и бойцы тоже. То есть эта сеть была, значит, интернациональна, да, там же были там французы, там испанцы, наверное, итальянцы, и люди с такой биографией, понимаете, вот почему так важны биографические справки, там, потому что без этих данных вы не понимаете, и вот почему они в конце каждой страницы, они в конце волюм. Ну, это не то, что индекс имен в конце книги, да, это, чтобы был понятен сам контекст, да. Первый, да, а потом биографические данные, они в конце каждой страницы в книге, потому что так ты понимаешь, о ком идет речь, и ты понимаешь, что этот человек стоит посмотреть его биографию. Просто, да, на каком уровне было влияние коминтерн, это встреча, которая происходила в первый месяц после начала войны, где есть люди, как Старинов, Судоплатов и Тингон, и где есть тоже Димитров, и он пишет о сотрудничестве между разными компонентами советского разведка, и он пишет Димитров, дело еще кустарно поставлено. Это вообще интересно. То есть мы сработали лучше. Димитров же не был разведчиком, да, он же политик. Знаете, когда вы большевик, когда вы большевик, вы живете в нелегальные положения. Ну, да. Например, Сталин, когда он пришел не в раз, но в революцию, ему было 36 лет, и он жил на нелегальные положения или в тюрьме в 18-м. Ну, да, но я имею в виду, что все-таки советская разведка такая специфическая спецслужба, которая очень не выносит чужаков, чужих людей, незнакомых, все-таки его, он был допущен, да, то есть в самое... Это были другие люди, это были другие люди, которые велели... Нет, я имею в виду, допущен к организации самой этой, да, или он был все-таки в стороне. Нет, он был нужен и он участвовал, он не руководил, но он участвовал, а почему? Потому что тогда иностранцы были использованы могли быть официальные сотрудники советской разведки, без проблем. И многие из них участвовали как настоящие сотрудники, они как просто агенты. сотрудники, была связь коминтерновской сети с советской сетью, там, с той же оркестром ружей, с красной капеллой, там, и так далее, с профессионалами? Они пересекли, но это были разные, как сказать, это были разные конторы, но они пересекли, потому что все они когда-то были коммунисты, и, значит, они пересекли свои жизни, и они до того, как были разведчики, они были просто коммунисты, а потом они входили в эти организации и были под другим начальством. Ну да, потому что, смотрите, Красная капелла, насколько я знаю, там, я помню, я читал книжку от Перо, да, Красная капелла во многих странах, в первую очередь, кстати говоря, в Германии, она была не на коммунистических основах, а на антифашистских, на антинацистских, да, то есть там не было вот этого идеологического компонента коммунистического, Красной капеллы. Коммунизм, это не одно и то же, но это очень близки, а кадры, можно так сказать, что кадры, они были коммунисты в начале. Вы имеете в виду комминтерновские? Нет, вы говорите про комминтерн, а я говорю... он говорил про Красную капеллу. Трепер был коммунист, он не был антифашист, он был коммунист, и потом... Вы имеете в виду сам руководитель, Трепер? Да. Трепер, да, Трепер, конечно, он был послан из Советского Союза, да, это конечно. Я говорю, есть люди... Но масса... Ну, там массы не было. Да, массы, которые не были массой, ну, конечно, не были коммунисты, но кадровые сотрудники, конечно. Ну, конечно, конечно. Еще бы я хотел все-таки еще вернуться к вопросу распуска комминтерна, да. Ну, вот вы говорите, что, так сказать, вы верите Сталину, который писал или говорил, да, что это для того, чтобы дать большую свободу и независимость деятельности национальных комм-партий. Вы знаете, более свобода Сталина, это уже как тут. Ну, странно. Это уже идет странно, да. Да. Чтобы они как бы были близки к настоящим проблемам своего страны. Они как бы идеологически... Чтобы они управлялись из единого центра. Получается. Чтобы они сами могли решать конкретный вопрос на своем местом на своем стране. Они спрашивают все время Димитрова. Они показаться как марионетки из Москвы. А вот мы говорили в первой части, что Димитров был, в общем-то, ну, как вы сказали, как военной организации, он был подчинен решениям, которые принимал там Сталин и верхушка советская, да. В этом тоже? Или он все-таки мог спорить, он мог высказывать свою точку зрения, что, может быть, не надо распускать комментарий, условно говоря, или наоборот, или он совсем соглашался? Он не совсем соглашался, но он понял, что другой подход сегодня. А даже если видно, как он пишет, что ему больно, что он не соглашается, но он понимает, что есть начальник, есть вождь, и что-нибудь. То есть, он не согласен, то есть, у него там есть в этих дневниках, чувствуется, что он не согласен с этим, да? Ну да, конечно. Потому что в России ну, там разные существуют трактовки, да? Но интерпретируют решение избавиться от Коминтерна тем, что вообще идеологическая установка немножко поменялась у Сталина. Он снял как бы Коминтерновскую задачу мировой революции, что он Это тоже написано в 1941 году, но что говорит сейчас, это то, что он сделал это для того, чтобы приблизиться к союзнике, чтобы не пугать союзники с существующим и не пугать союзников, да, с коммунистической угрозой. Это как бы тактическая задача, а стратегическая задача это была, что каждый Компартий мог заниматься сама себя вопрос, который касается своей страны. что произошло и после 1943, но уже без коминтерна и потом более-менее слабые организации, которые были коминформы. Я не знаю, есть ли я не успел все прочитать, я не знаю, есть ли это в дневниках, но как складывались тем не менее отношения между коминтерном и национальными компартиями? Это тоже так же, как в военной пирамиде, это тоже было полное подчинение или там были сложнее отношения? Ну, конечно, были сложнее, потому что если вы смотрите, например, историю и французской компартии введите разные дела, которые были инициированы, чтобы французская компартия послушала Москву, но это были в 20-30-х и потом продолжали тоже в 50-е годы, но это как сказать, это покажет, что не были единоличны, значит, чтобы получить добро, Москва должна была организовать это добро, это не были сразу, они должны были выбирать, кто будет начальником, кто будет его помогать, например, Торрес, который руководил французской компартией, но с помощью Жен-Фрид, который был посланным в Москве в 30-й год, который погиб в 42-м году, там говорит о нем и стрельбе с гестапо в Брюсселе. раз уж мы говорим с французским историком, несколько вопросов по Франции, скажите, пожалуйста, насколько французская компартия, я понимаю, она была влиятельной силой во время войны, но вот в движении сопротивления, в резистанс, это была основная сила или нет? Или это... Я бы сказал, что внутри Франции это была основная сила, потому что они смогли собирать вокруг себя не только коммунистов, но существующих и тоже люди, которые были рабочие, иностранные рабочие, которые действительно боролись против немцы с оружием в руках во Франции. А как складывались отношения между тем же движением сопротивления, но между французской компартией, давайте так говорить, и сражающейся Францией Деголя? Ну, я бы сказал, что это была политика, это была глубокая политика, так как, например, Торрест был осужден за измену родину, и что только конкурс. Потому что есть две трактовки, это что он дезертировал свои части, во Франции в 1939 году он дезертировал, официально. А дезертировал? Да, дезертировал. А в настоящее это люди из Коминтерна, которые пришли, ему конкретно объяснили, что он должен уходить, очень конкретно. Люди из Коминтерна пришли? Из Коминтерна НКВД, которые пришли, ему объяснили, что надо уходить, чтобы избежать расстрелив и внезапной пули взади. и они его собрали как бы с силой, чтобы переместить в Москву. Есть две варианты. Так возвращаясь все-таки к вопросу. Деголь и Коммунистическая партия. Я так понимаю, что после освобождения Парижа, после освобождения Франции, в общем, там фактически было, ну, в какой-то степени, можно говорить, партнерство и сотрудничество. Ну, конечно, война продолжала, война продолжала почти год после освобождения Парижа. Я имею в виду после освобождения Франции, скажем, после 45-го года. А, после 45-го. Они продолжались, потому что они были по разной причине, но они были все, они хотели восстановить Францию, и они были вынуждены работать вместе. Почему? Потому что с одной стороны Дегол он был, для меня это не плохое слово, он был националист, он хотел великая Франция. Националист в смысле патриот. Патриот, да. А коммунист тоже, они хотели, чтобы Франция восстановили, может быть, не только для Франции, но чтобы был противовес американских влияний или английских влияний, чтобы Франция восстановила свои сил, твои возможности для того, чтобы был наравне с другим победителем. Ну, смотрите, все-таки, во Франции возникает Народный фронт. Народный фронт или в 1936 году? После войны, я имею в виду. Нет, не был Народный фронт, Народный фронт только в 1936 году. Нет, я прошу прощения, ну, правительство с участием коммунистов. Да, но коммунисты... Это я имел в виду, конечно, Народный фронт, но позже, да. Правительство Народный фронт, это в этих странах социалистических, правительство с участием коммунистов, то есть коммунистов допускают уже в правительство. Допускают, но допускают, где они не могут точно много мешать. В Гранье было и Биу, да? В Гранье, да, но, например, Торрес, он зампредседатель правительства, но без портфеля, значит, без действия. Да, понимаете? Какую задачу ставит перед собой французская компартия и какую задачу им диктует Москва? Завоевывать власть или руководствуясь Ялтой, Европу поделили и не надо власть завоевывать? Вы знаете, видно по встрече между Торрес и Сталин, который произошел в 1947 году, что главное это восстановить Францию. Даже тогда, когда во Франции было больше волнений, был, например, Марсель был захваченный коммунист, более-менее, понимаете? тогда в 1947 году. И главное это восстановить Францию, работать, чтобы Франция была сильной. А никакой попытки... Трансформации коммунистической нет. политическая партия существует для того, чтобы бороться за власть. Не обязательно. Вы знаете, есть одна франция, которая очень не хочет быть у власти. Много шума, но не хочет быть у власти. Вы имеете в конце конца как бы страны, но... Ну да. Вот. Но тем не менее, я не верю в то, что они не ставили перед собой задачу ну, все-таки или войти во власть, или стать... Ну да, влиять, влиять на власть. Но я сейчас работаю на другой книге, это 1968 год, 1968 мая во Франции. Да, это очень интересно. Там видно, что они все делают и советский посол своей французской партии, чтобы не обострить положение, чтобы не... Чтобы это молодежное движение не закончилось победой случайно. Понятно, потому что они понимают, что они будут первые жертвы. Если есть реакция, реакция будет против ФКП. Они понимают, что они не хотят закончить, как в Чилисе в 1972 году. Все. Они спокойно реагируют и в рамках приличности, можно так сказать. Ну да. Ну, там же ведь похожая история была в Италии тоже, когда итальянская компартия была почти-почти уже у власти в правительстве. Но и в последний момент они все-таки сделали шаг назад. Но это, мне кажется, что помимо всего прочего, это, ну да, это же нарушение баланса по тем временам, да, европейского, мирового. просто против действующей конституции. Это уже как революция или восстание, это уже нехорошо. Ну да, и тогда вот это очень интересное явление, которое в современной России очень плохо известно, это возникновение еврокоммунизма, да, который отказывается уже от восстания, как от формы борьбы. Ну да, который начинал в начале середины 70-х и который потом уже гасил в начале 80-х. Ну да. Поведились это с изменением подхода Жоржа Марше, потому что он был один из инициаторов еврокоммунистов. Да, Жорж Марше и, чуть не сказал, Берлускони в Италии, Берлингуэр. Берлингуэр в Италии, да, да, да. Понятно, очень интересно все это, да, и вот такие урода книжки, как, не знаю, вот дневник Георгия Дмитрова во Франции. Это только интересно для специалистов, для историков, это вряд ли для широкого читателя, да, это представляет интерес. Я должен вам сказать, что вы правы, это для знающих людей, для людей, которые есть интерес. Это понятно, что такие документы не могут быть бестселлером, это понятно. Ну, это понятно, они в России не могут быть бестселлером, но в России все-таки фамилия Дмитрова больше, наверное, известна, чем во Франции. Главное, что эти, понимаете, потому что есть общее понимание сейчас в России, которое очень похоже на то, что говорят англосаксон, американец, англичанин про войны и про историю. А прочитав этот дневник Дмитрова, вы будете понимать, что не так просто, а не так, как говорят из-за бугра. Хорошо, тогда у меня к вам вопрос такой. А вот история войны, история войны, что для рядового француза, это совершенно неинтересно или все-таки это трогает? История Второй мировой войны, это же Первая я знаю, мировая война. Ну, это уже подзабыть, я бы сказал. Это подзабыть, потому что у нас в школе не идет, как звучит по-русски, патриотическое образование или обучение. Вот. Нам говорят, что мы были плохие, что мы были колониалисты, что мы были расисты и так далее, понимаете? А что три четвертой Франции сотрудничают с Германией, что это просто неправо. А о поражении сорокового года говорят? Не говорят, не говорят, не говорят, а молодежь уже не знает и забыли свои герои, понимаете? Я много людей спросил, что такое нормандин-немен, но люди с образованием, ну, с нормальной образованием, моего возраста даже, они не знают, что это такое нормандин-немен, понимаете? Это мулен, да? Мулена вы имеете в виду, да? Вы кого назвали? Вы кого назвали мулена? нормандин-немен. А, нормандин-немен, нормандин-немен, авиационный полк. Авиаполк, да, они не знают, что такое, они французы, не знают, что такое, понимаете? А люди с образованием, это, конечно, конец изучения знаний своей собственной истории, ну, может быть, кому-то полезно, не знаю. Ну, слушайте, история, знаете, как, она потому и история, что все становится историей, все уходит в прошлое. Надо уважать и знать. Нет, уважать надо и знать надо, да, но, может быть, действительно, все-таки уже острота восприятия другая, интерес другой современной молодежи. Знаете, как у нас говорят, для современной молодежи там российской уже постепенно, даже Вторая мировая война, хотя о ней, конечно, память живет, безусловно, но пройдет какое-то время, как у нас говорят, она станет Куликовской битвой. Ну, когда-то было, да, тоже трагическое событие, да, или там война, или война 12-го года против наполеона. против француза. Не, но вы знаете, что самое страшное, это когда люди не знают, откуда они, они не знают, куда идти, понимаете, вот где проблема. А любой может их пудрить мозги с одной стороны, зная, откуда ты, ты будешь на правильный путь. Ну, да. Но в России очень часто звучит такое обвинение в адрес Запада, что идет пересмотр, ревизия итогов Второй мировой войны и так далее. Вы это замечаете? Вы знаете, к сожалению, не только в Запад, а тоже в России, понимаете. Это правда. Откроют памятник Манерайма, я себе задаю вопрос. Понимаете, еще другие генералы, которые были потом сотрудничать с Германией. Это неприятно, странно. А главное, это тоже, что, например, когда можно, не знаю, если можно так сказать, но когда президент Путин выпустил свою статью 18 июня про итоги Второй мировой войны, он просто забыл роль коммуниста в этом войне. Понимаете, он критиковал Советский Союз. А знаете, А знаете, почему? Потому что эта статья не про историю, а про сегодняшний день. Ну, я понимаю, надо всегда помнить, что говорили люди, что делали люди, понимаете. Они сражались, как мы говорим, они сразу зажались за нашу родину. А я просто хотел привести одно цитат, который там есть. Это цитат Сталина 22 июня. Только коммунисты могут победить фашисты. Вот и все. Ну, давайте так, тоже немножко, да, не только коммунисты. Но не только это, понятно. Забыть про их, я не коммунист, вы знаете, далеко. Нет, нет. Я забыть их. Ну, коммунисты или советский народ, это здесь уже сложно. Хорошо, спасибо большое. Я напоминаю, это был Гаэль Жорж Мулек, французский историк, как он просил его называть, не более того, хотя он еще советник по России и Евразии, Французской Академии Наук. Правильно, да? Правильно. Спасибо, и ждем с вашими новыми работами, новыми исследованиями в наших программах. Могу ли я добавить люди, которые участвовали? Да, конечно, конечно. Это господин Поличук, господин Рахимов, господин Хефец, отец и сын, госпожа Штенберг, Зея Константиновна Водопьянова и, конечно, Татьяна Георгиевна Зазерская. Я думал, что вы скажете и, конечно, Гаэль Жорж Мулек. Ну, спасибо. Это была программа Цена Победы и до встречи через неделю. Редактор субтитров